Сценарий самозастроя почти всегда одинаков. Документы получают на частный дом в три этажа. А потом, как говорится, под шумок на участке вырастает явно не индивидуальное домовладение, а многоквартирный дом. Но по ручной практике приходит конец. До логического конца такие стройки практически уже не доходят. В 2012 году у нас было выявлено свыше 750 объектов, строящихся с нарушением правил землепользования и застройки. В 2013 году таких объектов было только 500. В 2014 году их было 250. За два из тех месяцев 2015 года было выявлено 21 объект. По всем объектам в настоящее время поданы исковые заявления в суд администрации города Сочи. Совет отметил, что динамика в Сочи положительная. Строительство незаконных объектов в разы уменьшилось. Немалую роль в этом сыграл и постоянный контроль. Ежедневно с сотрудниками УВД города Сочи, а также с представителями Федеральной службы судебных приставов осуществляются объезды территории, прекращается строительство на месте, забираются строители с объектов недвижимости и привлекаются к административной ответственности. 354 протокола об административных правонарушениях на общую сумму более 760 тысяч рублей было составлено сотрудниками администрации в минувшем году. Из них добровольно оплачена лишь пятая часть штрафов. По остальным материалы направлены судебным приставом для принудительного взыскания. Первый зам прокурора города Сочи Артур Шмойлов подчеркнул, что нарушителям законодательства в сфере строительства грозит не только административная, но и уголовная ответственность на срок до 9 лет. Это серьезное предостережение мошенникам. На совете заместитель главы города Сергей Юрин отметил, что практика узаканивания самостроев судами была вызвана несовершенством законодательства. Администрация Сочи вышла с инициативой в ЗСК внесения изменений в гражданский кодекс. В случае принятия поправки, кстати, одобренные правительством суды не смогут узаканивать объекты без предъявления застройщикам полного перечня документов, предусмотренных местными правилами землепользования и застройки. Кроме того, глава курорта поручил уже в ближайшие дни все самовольные стройки отключить от коммунальных услуг. По всем объектам самостроя передать всем объектам энергообеспечения, водообеспечения, канализования, чтобы они отработали и в течение месяца сделали отключение. В любом случае, потому что они все равно будут сноситься. На совете было отмечено, что с 2011 года судами было узаконено порядка 450 самовольных объектов. Члены совета решили обратиться в прокуратуру города с просьбой провести надзорную проверку промоверности этих решений. Помимо этого, совет просит правоохранительные и надзорные органы проверить застройщиков на предмет скрытия доходов. Ведь то, что строится под видом ИЖС, часто продается как коммерческая недвижимость. Чтобы защитить покупателей квартир от недобросовестных продавцов, на сайте администрации города размещена информация о самовольных объектах, их 21, выявленных с начала нынешнего года. Эти здания точно являются незаконными, и сейчас рассматривается вопрос об их сносе. Елена Всецна, телекомпания ФКТ